Активная молодежь страны собралась в Копчегае не только отдохнуть, но и осмыслить новые задачи, поставленные главой государства буквально на днях по реализации стратегии «Казахстан-2050». Здесь по инициативе жасутановцев стартовал молодежный политический лагерь «Жастар-Отанга». Активисты делились идеями, как построить новый Казахстан с первым заместителем председателя партии Нур-Отан Бауржаном Байбек. Мозговой шторм под открытым небом. В Копчегае более 300 активистов, блогеры, спортсмены, музыканты и общественники со всех регионов страны обсудили проблемы социальных лифтов, профессионального и личностного роста сельской молодежи, несовместимости образования с коррупцией и конкуренции человеческого капитала в новых условиях интеграции. Также участники говорили об обновлении молодежного крылажа «Сотан». Своими мыслями и идеями они поделились с Бауржаном Байбек. «Если мы сегодня поймем, что все глобальные дела делаются из маленьких дел, то тогда каждый человек конкретно найдет свою роль в реализации стратегии Казахстан-2050». Молодежь за формирование инновационной культуры, совмещение теории и практики в образовании, в первую очередь в сфере технического и профессионального. Как раз об этом говорил глава государства на недавнем совместном заседании правительства. Ранее актуальные вопросы в сфере профтехобразования партия обсуждала и на заседании общенациональной коалиции демократических сил с ведущими НПО страны. Глава государства поручил правительству оказать всемирное содействие молодежи в вопросах трудоустройства, получения практики и обеспечения рабочими местами. «Мы считаем, что летний лагерь Жасотан в рамках проекта «Жастар-Ботанга» сегодня позволяет сплотить активную молодежь, обсудить перспективы развития молодежной политики, какие проблемные вопросы существуют в нашей стране. И молодежный крыло партии Нуратан-Жасотан сегодня предлагает конкретное решение вопросов». На встрече с молодежью Бауржан Байбек поделился и новость о публикации финансовой отчетности. В этом году Нуратан впервые опубликовал отчет о расходах и доходах в соответствии с законодательством, своего рода аттестат зрелости. Этим шагом Нуратан еще раз заявил о себе как об ответственной, подотчетной, прозрачной и эффективной партии, для которой главное – доверие своих избирателей. И теперь задача жасотановцев – внедрять эти принципы повсеместно. В знак согласия молодежь намерена в ближайшее время внести предложение по участию в строительстве нового Казахстана через реализацию стратегии 2050.